История одного памятника. После шести лет реставрации в Бурлинский музей вернулась икона Хоругль. Это редкий образец лицевого золотного шитья 17 века. По преданию, работа выполнена руками самой царицы, второй женой Михаила Федоровича Романова Евдокий. Икона эта попала сюда в 30-е годы из Золотниковской пустыни, когда тогдашняя власть государственная закрывала храмы. Ну и так получилось, что храм там был закрыт, а все предметы церковные были переданы сюда. И фактически она не экспонировалась до сегодняшнего момента, до 14-го года вернее, тогда ее впервые показали. А показали во многом благодаря этому реставратору из Костромы Вере Волковой. Когда она взялась за работу, реликвия представляла из себя кучу помятых тряпочек. Хоругль двусторонняя. На одной изображено успение Пресвятой Богородицы, на другой – воздвижение Креста Господня. После долгих споров было принято решение икону разделить. А все потому, что та сторона, которая снизу, всегда несет на себе большую массу. И, следовательно, разрушается. Реставратору в своей работе предстояло повторить мастерицу. Золотные нити отслаивались от полотна. Труд ювелирный. Она была вся, как говорится, на ниточках. И, как мы говорим, делать промывку или очистку. То есть создавался специальный конверт из рисовой бумаги, куда это все укладывалось. И промывалось, чтобы, не дай бог, какая-то ниточка или еще что-то под водой уйдет. С плохим настроением к работе даже не притрагивалось, говорит реставратор. Предмет священный. К нему и подход нужен особый. Не то, чтобы я прям истинно верующий человек, но я все равно русский человек. И я считаю, что да, что-то есть. Всевышний, кто нас оберегает. Либо наши предки, либо наши какие-то святые ангелы, хранители. То есть это есть. И поэтому, действительно, я когда приходила, я сначала прикладывала руку, как бы просила разрешения, что я с ней поработаю. И когда я работала, я старалась, знаете, ну, не знаю, чисто интуитивно, не положить руку на лик или еще что-то. Отреставрированная хороговь будет храниться в горизонтальном положении. При правильной температуре и влажности в музее памятник истории проживет еще не один десяток лет. А вот посетители в ближайшее время увидеть икону, скорее всего, не смогут. В постоянную экспозицию она не вписывается.